Прирост больных есть, но его нельзя назвать взрывным или очаговым, так оценивают ситуацию в местном Роспотребнадзоре. К тому же последняя неделя, по словам сотрудников ведомства, была практически стабильна по количеству вновь выявленных зараженных. Последние дни у нас регистрируется от 57 до 71 случая заболевания, что обусловлено в первую очередь охватом тестирования населения. И кстати, если заболеваемость начнет стремительно расти, ограничения могут вернуть. По статистике, заболевших впереди по-прежнему Барнау плюс 43 за сутки. Озвучили сегодня и количество больных медицинских работников. В регионе их в целом 240. Но есть и хорошие новости. С четверга больница скорой медицинской помощи, скорее всего, вновь начнет принимать экстренных больных. Сейчас все ее здания дезинфицируют, а персонал тестирует на отсутствие коронавируса. Те же мероприятия проводят и в здании филиала онкодиспансера на Никитина. Планы ориентировочно такие же. К четвергу, в случае, если мы не будем видеть каких-то ограничений, это запуск отделений в режиме работы. Несмотря на то, что президент страны объявил о начале планового приема в российских поликлиниках, в нашем крае эти учреждения к обычному режиму пока не возвращаются. Но скоро возобновят детские медосмотры, необходимые для поездок в загородные лагеря или санатории. Время приема каждого ребенка будет оговорено индивидуально.